Бог посылает Ангела. Бог посылает Слово нам. Это этот день. И ты здесь, потому что это Слово для тебя. Ты знаешь, что во время поклонения, прославления Господь приходит. Можете присесть. Тот, кто ищет Его, тот Его находит. Гидеон говорил, И он говорил, «Разве действительно Господь со мною?» Разные беды такие случаются в моей жизни. Но Ангел ему напомнил то, что Бог давно уже проговорил. Это ты можешь прочитать в книге Судей 6 главе. Бог хотел, чтобы Бог с ним дальше продолжал говорить. Он сказал, не уходи после прославления, не уходи. Как Бог удержал Бога? Как он держался с ним вместе? Он возновил заветы, он возновил отношения с жертвой. У тебя нам тоже часто страшно. У кого страшно бывает иногда? Мы бывали в таких ситуациях. Бог говорит, я с тобой. Но страх – это неверие. В какой-то момент своей жизни были бы были в неверии. И где он здесь показывает? Хотя он в полу неверии таком еще. Он не знает, эти беды, как бы Бог со мной или нет. Но он принесет жертву. Это означает, что ты несупуру. Ты отзываешь Диеву пар Диеву. Жертву ты признаешь Бога Богом. И там дали следует, продолжается историю, что Бога ему сказал. И он был тот, кто принес свободу народу. Он был тот, кто разрушил старые алтарии. Но сначала он построил этот алтарий. Бог есть мир. И я сегодня приглашаю тебя построить этот алтарий своей жертвой. Потому что это человек, который приехал из дальней южной земли. Я знаю, что он послан Господом. Он принесет весть. Чтобы ты это услышал и был способен исполнить. Пусть это весь этот вечер будет священнодействуем, и пусть небеса будут близко. Вопрос, как ты принесешь эту жертву? Гидеону ангел сказал, и это может сказать Дух Святой, может сказать тебе сегодня что-то. Он сказал, которую часть из этого приготовленной жертвы вылить на землю, и которую положить на алтарь. Я хочу тебя заинтриговать, я не буду рассказывать. Читай это место. Но Дух Святой говори. Когда приносишь эту жертву, Дух Святой говорит. Ты можешь уйти, как кайн злой, такой недовольный. Потому что ты хотел то, что ты хотел. Но здесь начинается момент, ты хочешь ли ты услышать. Если ты жаждаешь, ты хочешь изменения своей жизни. Реально изменения. Это не так, что человек просто приезжает и Бог все делает. Есть вещи, которые Бог делает, и есть вещи, которые мы должны сделать. И в наших руках есть ключи. Для наших откровений. Для наших чудес. У нас мы сами имеем ключи. Это жертва. Это мир с Богом. Это есть послушание. Даже если я полу не верю, и даже если я боюсь. Бог, дай мне услышать. Дай Бог, чтобы это такая жертва у тебя была сегодня. Господь, мы молим тебя. Дай нам услышать свой голос. Чтобы у нас был мир с тобой. Не придуманный, не искусственный. Не лекулый. Но искренний. Мы тебя слышали, Господи, во время поклонения. Мы знаем, что ты здесь. Ты здесь, потому что ты любишь нас. Ты хочешь помогать нас. Ты хочешь вас им разоб tapping. Ты ст hope вас, чтобы говорить о себя. Ты этому человеку, который боится, который не верится, сказать, что ты сильный муж. Иди с этой силой. С этой силой, которая в тебе есть. Когда ты скажешь, что ты слабо берешь силу идеи, потому что Бог будет с тобой, и Он сделает то, что ты не можешь сделать. Возьми свою жертву. И откроем небеса для себя. Амен. Амен. Садоватоку сидэбэкащиті ладаваситі. Сарандодододоба садоваткаситі дабаситі. Халиллежен, месь дав славает. Месь дав пateицам. Месь, когда ты венмэр седелешь к нам, что к нам в глазах. Месь есть предмет, что ты вон втес, тебе. Ты неноверни не вену пур. Садоватоку сидэбэкэситі даба садоваситі. Молку мы отверлием савис дабас. Молку мы загрязываем с дабас. Молку мы просто не понимаем, М и решил выг speculate? Мhor Green. Мор 3 века. Граиль tree. Гру supports или о hosp isolate в filtрах. Граиль about it. Граиль области us wax frase. Граиль область совсем всякое кол��. Граиль область. Граиль по одному раздумиями смешно областься. Граиль область. Граиль 보�uv и attitudeen. Граиль область очень красиво mathomm Christian. Граиль обтума oportunа. Граиль область it идожественным norms. Граиль область от бога Тума. Граиль ooся муж diezматр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Halleluja! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И ты, зеленеющая дерева, это Христос, нашими грехами и беззакониями, мы многократно ранили Иисуса, но когда мы упали низко, он не отверг нас, он сошел к нам, чтобы поднять нас, и в моей Библии сказано, что ранами Иисуса мы исцелились, вас дайте ему хвалу, я верю, что сегодня Иисус будет касаться нашего сердца, и будет исцелять нашу сердца, сегодня вечером Иисус будет касаться нашей жизни, и наша жизнь также будет восстановлена и исцелена, да будет через все это прославлено, именно нашего Господа и спасителя, Иисуса Христа, вас дайте ему аплодисменты и мы начинаем, аллилуйя! Сегодня я хочу поговорить к вам на тему Бога явления. Сегодня я хочу поговорить к вам на тему Бога явления. Почему именно Бога явления? Вы знаете, сегодня мы живем в таком времени, когда церковь изгаладалась по чудесам. Когда церковь изгаладалась по сверхъестественному. Библия, 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 б У вас в руках не останется ничего, потому что это книга о сверхъестественном и о чудесах. Но сегодня, в 21 веке, мы изгладались по чудесам, мы изгладались по сверхъестественному, но я не хочу строить мою веру на том, что я вижу, я хочу строить мою веру на том, что говорит Божья слова, потому что мы ходим не видением, но верой, и моя молитва сегодня вечером о том, чтобы Дух Святой просветил наши духовные очи, чтобы мы смогли это ясно увидеть, что основанием для сверхъестественных проявлений и чудес в нашей жизни лежит факт Бога явления, Бога явления или же выражаясь теологическим языком теофания, это сверхъестественная встреча человека с Богом, и не человеком, и не человек. Пасла не Кримленам сказано, Ромейшос и говорится, меня нашли неизгавшие меня, я открылся, не вопрошающим обо мне, я открылся тем, кто меня неизгал, теофания или Бога явления, это реальность, это реальность, я верю, что сегодня люди могут реально встречаться с Богом, и я говорю о сверхъестественном духом переживании Бога, встреча с Богом, это больше, чем просто посещать христианские собрания, встреча с Богом, это больше, чем просто читать Библию, встреча с Богом, это больше, чем каждодневная молитвенная практика, встреча с Богом, это реальность, я помню, как много лет наши квартиры были, как мусу дзивоклит и Библисси, даудз гадас, я молился в одно иском, к тому времени я уже был достаточно долго верующий, к тому времени я уже был достаточно долго верующий, я служил Богу и проповедовал его словами, но я никогда не забуду то день, потому что вдруг в воздухе в комнате сделался каким-то густым, как раз рижон. Гаис, из-теба, тая бриди, палит к таз бишься у нюзлады. Меня наполнило такое чувство требита и страха. Мне пепильдия таза биба, полна жута. Я даже не смел открыть моих глаз. Я не верю отверт, не уздрощено, отверт, а таза. Я чувствую каждой клетки, я мое его естество. Бог вошел в мою дом. Это было реальное переживание Бога. Это было реальное переживание Бога. Тодень я ничего не услышал. Я ему ничего не сказал. Я ему ничего не сказал. И не было смысла, о чем ты его просишь. Потому что он вошел в мою дом. И я знал, что это самое большое благословение, которое я только мог бы пережить. Знаете, это переживание Бога, оно не было для меня просто эмоциональным фоном. Потому что с того дня моя жизнь поменялась. Изменилась многое в моем сердце. Изменилась многое в моем мышлении. Изменилась многое в моем мышлении. Из живая встреча всемогущим Богом. Воздаю ему хвалу. Аллилуйя. Я никогда не строю мое учение на моем subъективном духовном опыте. Наш subъективный духовный опыт ни в коем случае не должен стать основанием для нашего учения. Но наш subъективный личный духовный опыт он должен только подтвердить то, о чем говорит Библия. Потому что сегодня я хочу проповедовать на тему Бога явления. И мы будем смотреть, как обыкновенные люди в Библии встречались с великим Богом. И после этого они уже никогда не были прежде. И жизнь менялась. И жизнь проповедилась сверхъестественным. И они изобъекты на венных людей превратились в великих людей. Потому что в их жизни был момент, когда лицом к лицу они стеялись с Богом. Они пережили свой момент истинный. Они пережили свою теофанию. Они пережили факт Бога явления. Они пережили Деву параде. Поздавьте Богу аплодисменты! И мы начинаем изучать Библию. Итак, первый человек, о котором я хочу вам рассказать и прочитать. Это Моисей. Мы прочитаем священное писание. Книгу исход. Третья глава. Третья глава. Третья глава. Третья глава. 2. Моисе грамата. Третья глава. Моисе ганния, из среди тир нового куста. И увидел он, что тир новый куст горит огнем, но куст не сгорает. Третья глава. Моисе сказали, пойду и посмотрю на это великое явление, от чего куст не сгорает. Третья глава. Господь увидел, что он идет смотрит. И возглаги им Бога, из среди кусты. Он сказал, Моисеи, моисеи. Он сказал, вот я. И сказали, Бог не подходи сюда. И так, с ними обув твоих сногтвейх, и без места, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказали, что Бог от сатвейвов, Бог Аврама, Бог Исака, Бог И Якова. Моисия закрила лице своё, потому что боялся возреть на Бога. Исака дьявос у Якова дьявос, и Моисус аизклāja свою воигу, ведь он был Дьяволом. Шая момента, когда мы сатемем с Моисией, он уже самый обыкновенный человек, он, по селу, это вещество пустыни, и нет никакой перспективы, как он может подумать. У него не-какая перспектива, как он может подумать. И вот он подошел горе Божьей Хариву. Интересно, что этот образ горы в Писании имеет два значения. С одной стороны, гора – это образ наших человеческих проблем. Но с другой стороны, гора – это то место, где человек встречается с Богом. Возможно, ты сегодня подобно маисею смотришь на свою жизнь. Возможно, ты сегодня лидц, как Моуз, скатаешься за свою жизнь. И ты чем-то разочарован. И ты говоришь. И ты говоришь. Я обрек не один человек. И нет никакой перспективы перед ними. И не могу сказать, что Бог нравится нас удивлять. И именно тогда, когда ты подумал, что ты уже никому не нужен. Ты готов к тому, чтобы он пришел в твою жизнь и сказал тебе, ты нужен мне. И вот мы читаем, что Моисей в тот день увидел что-то, чего он никогда не видел. Но в тот день он увидел что-то, чего никогда до этого не видел. Знаешь, те из нас, кто уже много лет мы ходим в церковь. И тогда мы думаем, ну что же еще есть такого, чего я не знаю? Неужели есть что-то, чего я не видел? И мы думаем, что мы вот такие духовные эксперты. Но Богу нравится нас удивлять. Бог всегда есть нечто глубокое, куда мы еще не заплывали. Бог всегда есть нечто широкое, что мы еще не обхватывали. Бог есть нечто высокое, куда мы еще не поднимем. Знаешь, почему я это говорю? Потому что наш Бог, великий Бог, мусу Деянусь к своему соседу слева и скажи, твой Бог, великий Бог. А теперь повернись к соседу с другой стороны и скажи, мой Бог великий. Мус Деянусь к другому стороне и скажи, И так Моисея, что-то, чего он никогда не видел. Иераудзий кaut-каку тату, кое он не был предъявлен. Грюмс Деянусь, но не сгарает. Но не сгарает. Давай, когда я подъеду, посмотрю, что это за явление такое. Ну, я, я ищу, кладу, я посмотрю, как это из-за, как это и про продвинутый. Слушай, в этом есть некая пророческая значение для нас. Классيم, это и так, как это есть пророческание для нас. Топе, как живет Бог, услышь меня Духом Святым, этот кокс не мог сгореть, потому что там был Бог. Поздаю ему хвалу. Следующее, что услышал Моисей, этот некто из кусты, два раза, назвал его по имени. Моисей, 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 ты знаешь, когда Бог приходится два раза назвать, потому что когда он обращается к нам, мы говорим, ты меня зовешь, не другого, он говорит, тебя, тебя зову, он говорит, тебя зову, он два раза назвал его имени, и это означает, Я знаю тебя, я знаю твою жизнь, я знаю твои нужды, я знаю твои слабости, я знаю твои грехи, я знаю твои минусы, но все равно тебя зову! Он знает твою имя, он знает твои минусы, он знает твои грехи, он знает твои слабости, но несмотря на это, он завел тебя, потому что у него есть великое для тебя, ты бы себя не позвал, но он тебя завел, ты в себя уже не веришь, а он продолжает тебя верить, люди сказали тебе, из тебя ничего не получится, а Бог говорит очень хорошо, дайте мне этого человека, и я работаю с ним, и я всем покажу, что из него получится все, потому что я великый Бог, а с дай ему хвалу, аллилуйя! Следующее, что услышал Моисея, он услышал такие слова, Сними обувь твою, Сними обувь твою, И по месту, на котором ты стоишь, Топец, что вето, куда ты стоишь, Есть земля святая, И света зема. Что такое снять обувь? Ко это означает новелк тапову? В этом тоже есть, что-то пророчество. Та, да, арея, что-то пророчество. Смотри, когда мы приходим в супермаркет. Когда мы не снимаем наше обувь. Знаешь почему? Потому что мы скоро оттуда собираемся уходить. И первое, что должен выучить Моисея, Это урок о том, Что присутствие Божье, Это его дом. Присутствие Божье в нашем доме. Воздачи ему хвалу. Моисея, сними свою обувь. Это означает, Останься в моем присутствии. Тебе больше не надо бегать за мной. Или бегать от меня. Останься в моем присутствии. Об этом же говорит Новый Завет. Если пребудите в слове моем, То вы истинно мои ученики. Суд говорит, что мы должны пребывать на ладзе. Что такое пребывать? Прийти и остаться. Отнаги ему аплодисменты. Я чувствую, что мы сейчас должны коротко поклониться Богу. Если можно прославляющие, помогите мне. Давайте встаньте. Потому что я это получил вдруг сейчас. Здесь есть люди, которые когда-то очень мощно переживали Божье присутствие в своей жизни. Но что-то случилось? Вы потеряли близость с Богом. Возможно, вы увлеклись служением. Мы не служим служению. Мы служим Богу. Мы не поклоняемся служению. Мы поклоняемся Богу. В Библии никуда не сказано, что Бог ищет себя служителям. Бог ищет себя поклонникам. И поклонники становятся служителям. И поклонники клюст пар калку. Падеме другим, как небесам. Пацанет руку с небесами. Я очень хочу, чтобы сегодня вечером мы все были искренними. Потому что с искренними Бог поступает искренне. Скажи Ему, что ты Его любишь. Скажи Ему, что ты сожалеешь о том, что потерял его присутствии. Попроси его. Палодз его. Чтобы он вдохнул на тебя сегодня. Чтобы твоя душа отжила. Среди лета. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прямо сейчас Дух Святой обнимает тебя Он нежно обнимает тебя Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 И следующее, о ком я хочу вам рассказать, и мы прочитаем, это Иисус новин. Иисус новин был помощником Моисея. Это был верный служитель Божий. И наверное много раз Иисус новин спрашивал своего духовного отца Моисея. Моисея, в чем секрет твоей силы? В чем секрет твоего спешного служения? Моисея много раз рассказал одну и ту же историю. Лейкман Моза ускорбивая, что когда-то давным-давно, он пасner тебя с…. И в то днем не видел, что он никогда не видел. И в тот днем не видел. И он видел какие-то новые кушки, которые гарет и не грёбает. И он сказал, что это был обоц. И после этого, у него жизнь полнилась, среж thinkpies. И, наверное, Иисус, как многие из нас, молодой человек, он мечтал однажды оказывать себе на том же месте, где Моузы педзывали Деву, увидеть то самое великое проявление Теофании, но услыши меня Духом Святым, Бог никогда не повторяется, одна из наших проблем, заключается в том, что сегодня мы хотим пережить Бога, как Бога вчера переживали наши духовные отцы, но он говорит, я творю все новое, посмотрите вокруг себя, мы такие разные, так, как ты никогда не был и больше никогда не будешь, ты уникален, Бог не повторяется, воздайте ему хвалу. Мы прочитаем, как Иисус на вина переживали свою Теофанию. Мы слышали то, как Иисус на вина переживали свою Теофанию. Иисус на вина переживали свою Теофанию. Иисус на вина, 5. нода, 13. панта. Иисус на вина находился близ Гирихона. Иисус на вина, отрадая стулу пи Йерикас. Глянули видит. Паскатый и видит. Отстает перед ним человек. И тут ставит как вирс. И в руке у него обнажоне меи. Иисус на вина подошел к нему и сказали ему. Иисус на вина гаи пи Йерикасу и жалет. Нашли ты или из неприятели наши? Ваи ты ес мусу человек или мусу претенец? Он сказал, нет, я вощи воинства Господня. Тебе я пришел сюда. Иисус на вина упал лицем своем на землю. И поклонился и сказали ему. Что господи ему скажет рабусвей? Ко манс кунгс гриб теикт савам калпам? Воинства Господня сказали Иисус на вина. Та кунга караспе кирспавельник сачи Йозум. Сними обув твою с ногтвей. Новелц савас курпасно савам кајам. И би миста на котором ти стаиш свята. Йо вета, кур ту стаиш свята. Иисус на вина так издела. У Йозуа та дария. Йерикон заперс. Йерикон аизлэд савас. Йерикон заперс от страхасу нов Израилю. И никто не выходил из него и не входил из него. У не вина сно туренц не изгай, не иенак. И так Иисус на вина, как я уже сказал. У та, кајавес теисто Йозуа. У всю свою сазнательную жизнь в служении. Виншу сава апзиніго калпошанас дзиви. Винш талп пережить Бога так же сильна. Педзивот Деву тикпат стиприм. И точно так же, как это было у Маисея. Кај таз биха Мозума. И вот однажды. У лук венреиз. Кај Иисус на вина вообще не думал. Кад Йозуа виспар не думал. Кај таз буват шута особене. Кај таз буват калпоши виņам. Винш ерауга. Чилвеку. Это чилвек, как это странно было дзет. Таза чилвек, как это странно было дзет. Тому Иисус на вина, как вина на чайник даже не узнал. Тапец Йозуа, как кара вирспавелниек, виņш пат неотпаде. Куда это чилвеку? Кас таза па цилвеку, но куренес? Он не могат послушать. Винш виņам сака, клаусись. Ты наш или чужой? Кас ты еси мусейейс, а не? Ты отсюда? Ты еси на те иенес? Или оттуда? Вайно тур иенес? И это лично с ним отвечает. У таза персони би виним отбилда. Я не отсюда. Я не отсюда. Я не оттуда. Я не оттуда. Я вон оттуда. Я вон оттуда. И в этот момент Иисус на вина слышит ключевые слова. Он знал, что эти слова неизусть. Он слышал об этом от Моисея. Он слышал об этом от Моисея. Сними обув твою. Новелц сову сапову. И по месту, на котором ты стоишь. Ёз земля святая. Воздаёт им аплодисменты. Другими словами. Цитим вардем сакот. Иисус на вина. Ты всю свою жизнь. Ты всю свою жизнь. Увидеть меня в пусте. Но я не приду к тебе в пусте. Потому что для тебя. Я имею что-то особенное. Но чтобы ты знал. Что я Бог Моисея. Я говорю тебе. Снимай свою обувь. Это святая земля. Другими словами. Выучи и ты этот урок. Останься в моем присутствии навсегда. Да. И сверхъестественное заполни твою жизнь. И сверхъестественное заполни твою жизнь. Раздайте Богу хвалу. Вы понимаете, че я говорю? Вы запротите, про кого я спрашиваю. Как только у Иисуса на вина была эта сверхъестественная встреча с Богом. Тихо, как Иисус на вина педзывая шоу парда без кое-то тикшеноса с Богом. Шестнадцатом сихи сказано. 16. панта ирте. Ирихон заперся. Ирихон си слайд. На врагов Иисуса на вина нашел какого-то страха. Уз Иисуса на вина педзывая шоу тевфаню. Он педзывал реальну и живую встречу с Богом. Бог маисея явился ему. Иисус на вина педзывая шоу тевфаню. Пар виņу наца бийба. Я скажу тебе что-то о реальном Божьем Иисусе. Когда Бог нас реально посещает. Мы наполняемся страхом Господнем. Мэс пепилдамес ар бийба тагу унга прекшем. Страх Господень. Бийба тагу унга прекшем. На чала мудрости. Страх Господень. Он ведет нас к жизни. Страх Господень. Бийба тагу унга прекшем. Это не панический страх перед Богом. Но именно мера страха Божьего в нас. Но именно мера страха Божьего в нас. Говорит нам о мере наше Бога познание. Пар мусу Дева познание. Иногда мы хотим напугать людей Бога. Но люди, которые не знают Бога, по определению не могут его бояться. Но мы, которые знают Бога, должны молиться о том, чтобы в нас было умножено это чувство страха Господня. Бийба, тагу унга прекшем бийба повайрощена мусос. Знаешь, многие говорят, вот нынешнее молодое поколение, они такие развязанные, распущенные, не обузданные. Знаешь, во что я верю? Зини, как мы стыдцу. Бог благословляет это молодое поколение. Это будут люди, которые будут жить свято, потому что они наполняются страхом Божьем. А страх Божий свидетельствует о мере наше Бога познание. Раздайте Богу хвалу, аллилуйя! И смотри, не просто там жители Ерихона заперлись. Но потом Ерихона будет взят сверхъестественным образом. Но им не понадобились пушки. Им не понадобились стопары. Сверхъестественным образом Бог разрушил стены Ерихона. И тем самым дал Иисусу на виду свидетельства. И тем самым дал Иисусу на виду свидетельства. Ты пережил свою теофанию. Ты пережил встречу с Богом. Ты пережил встречу с Богом. С этого момента твоя жизнь наполняется сверхъестественным. Давайте встанем и когласим, и поклонимся Богу. Аллилуйя! Воздайте Богу аплодисменты. Додайте Девам аплодисменты. Васхваляйте Его. Славейте Виним. Скажи ему несколько слов из глубины своего сердца. Саки виним дажус вардус из своего сердца. Сегодня он работает с нами на уровне духа. Шоден он работает с нами с нами на уровне духа. Деваме, начинайте. Познавайте, начинайте. Погласи его. Субтитры делал DimaTorzok 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 Бог любит вас. Поздает ему хвалу. Вы драгаценны для Бога. Вы уникальны для Бога. Ты скажешь, ну я такой немощный. Я такой слабый. Я так мало чего получается. Я скажу тебе, когда ты встретишься с Богом, твоя жизнь поменяется. Ты знаешь, что я проповедую, это естественно. Ты знаешь, что я очень стеснительный человек. Я когда занимался музыкой. Я помню, что 9 мая на День Победы мы должны были поехать на концерт военную часть. День Победы, который может исполнить песню, которую знает вся страна. День Победы. И я три месяца репетировал. Три месяца репетировал. У трис месяца репетировал. Но когда я увидел, что передо мной уезжают люди, а у меня в руках микрофона, я не мог вспомнить ни одного слова. Когда ты встретишься с Богом, ты сам себя не узнаешь. Ты пацаны не узнаешь. Возьмите Богу хвалу. Аллилуйя. И так мы видим, что Исайя жил с Богом. Как пророк Божий, он хорошо знал, что он знал, что он знал, что у Моисея был те новые кусты. Он знал, что у Исуса на вина, он знал, что у Исуса на вина, был вост воистов Господня, но никогда не думал, что однажды, он кажется в тронном зале самого Бога. Да, 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 да. Я шоден мы, исуса, мы вы не сказали, что ты говоришь? Израина Бога никогда не слышал. Я не сказал Исая. Он сказал, я не теолог. Он говорит, что я не claw. Он говорит, что я не побли. Параста правитель. Но я говорю только то, что я прижил. Но эти самые глаза, они випели, Господа Бога Сава Офа. Пошли к Богу Деву Себоту. Додiet виņам славу. Из обыкновенного человека Исайя привратился в могущественного пророка Божьего. Варанā Дева праведа. Ты скажешь, ну и что такого особенного было у Исайи? Ты говоришь, ну как это было? Ипачь Исайям. Почитай 53 главу книги Исайя. Паласи 53. Исайя. Он так описывает картину распятия Как будто бы он там под крестом стоял Исайя. Как ты получил такую возможности И такую способность И такую машину И таку авгсту варану праведеску давану Ко за 750 лет до рождения Исуса Ко лидз 750 годов лидз Кристос зимшана Ты деталях описал Ты деталях запракстил Виņа крустāс ищана саину Исайя ответил нам Исайя мусы отбилдет Я был абрик на венном человеке Я так бы я остался Некоторые из вас есть сегодня трудности Некоторые из вас Вы прямо сегодня Проходите свою пустыню И деталях И деталях И деталях И деталях Чем большее Памазание Аллилуйя Аллилуйя Чем больше давление Чем больше памазание Чем больше памазание И твои проблемы Они приведут тебя Такое благословенное место Тадо святого места Когда ты уже увидишь Я сам себе помочь не могу Никто мне не может помочь И вот тогда Ты максимально готов Средиться С Богом Лицем Он жаждет встречи с тобой Дай ему аплодисменты Аллилуйя 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 Нами этот момент Нужно переварить Присутствие Божьем Давайте встань Пожалуйста Поднимайте руки к небесам Поднимайте руки к небесам Я отношусь к чеслу Таких безумных проповедникам Я сам прерываю свою пробу Я верю То, что Бог тебе может сказать лично Девы может показать тебе персоной Это много важнее Тас и дать сзарий Что я говорю Скажи, что ты к тебе Слышь Я просто помогаю тебе Я просто помогаю тебе Направить твою взорку Иисусу Версти твою скатину Уз Йезу Скажи, что ты по тебе Стридцем с ним Попроси об этом Попроси об этом Лудз виним пар то Попроси об этом Попроси об этом Попроси об этом Лудз виним пар то Чтобы вы пережили Свою встречу С Богом Это поменяет вашу жизнь Это вас поднимет Исцелит Освободит Благословит Попроси об этом 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 Попроси об 떠�лах Попроси об этом Именно Кунг Попроси об этом Вы все знаете, Савла из Старса, получил в свое время замечательное духовное образование. Он сидел и учился у нога Гамалиила. Одного из величайших учителей того времени. Савла имела ревность по Богу. И он настолько ревновал, что он решил посвятить свою жизнь, борьбе с христианством. У Бога есть чувство юмора. И враг церкви станет великим апостолом Иисуса Христа, который будет полагать свою жизнь за Иисуса и за церкви. Вы знаете Богу хвалу? Ну, я хочу сегодня также привести пример Савла из Старса. Потому что если савлом Бог смог работать, то есть, что он может работать, и сделать из него виничайшеву апостолу. И изтасить его виничайшеву апостолу. Диане апостола в девятая глава. Апостолу дарби девятая нодађа. С первого по шестой стихи. Но пирмал лид сестам пантам. Савал же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первому священнику. И вы просил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, как волны идут последующих этому ученику, и мужчины и женщины связаны приводить вирус салим. Как даже он шел и приближался к Дамаску, незапно осиел его света неба. У полной земли услышал голос, говорящий ему, что ты гонишь меня. Он сказал, кто ты Господи, Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против враждан. Он страхи и ужаси сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Иисус, 6 стихи. Да. И пить, кто говорится, Считая короткая шестовая стихи? Считая сердце, Панци. Саву. Как я уже сказал. Он получил превосходное religиозное образование. Он считал себя просвещенным. Когда по дороге в Дамаск. Днем. Его сиял. Двиги света с неба. Савул упал. Савулс нокрит. Ум пэц там Виņш глюба аклус. Пэц там Йезус виņа деда. Отгою ему глазах. Отвер виņам акси. Тайя иркат стасц. Не переживая встречи с Богом. Люди остаются в каком-то мере слепыми. Непiedzīвоют сатикшенос ар Деву каудкакада мэра цилвэки палiek аклит. До света с Богом. Я тоже читал эту книгу. Лидз пэрдабискайай Деву, када с сатикос пэрдабискайай Деву, Я даже проповедвал иде книгу. Эс аре пирмс там ласи грамату шоу Мэра жизни не было те, как рови, как они стали иметь месно путь с богом. Бет манадзиве не бий таза аткласьмин, курс ман радас пет сам, када с персоніги сатикос ар Деву. Когда Saul стеклся с Богом, он, возможно, впервые услышал голос Божий. Ты знаешь, это важно, чтобы мы, как христиане, знали голос Божий. Ты знаешь, это важно, чтобы мы, как христиане, знали голос Божий. Иисус говорит, овцы мои знают голос мой. И я скажу тебе, мало знать написанное, но нужно знать его голос. Абрам знал Божий голос. И именно потому, что Абрам знал голос Божий. Своей жизнью он получал глубочайшие откровения Божий. Если ты желаешь иметь глубокие откровения, ты должен научиться слышать его голос. Когда Абрам выходил из Ура Халдейского, он вышел по голосу Божьему. Абрам знал голос Божьему. Абрамс позина Деву балсу. И тот же самый голос. И тот же самый голос. Скажет Абраму. Патейкс Абрамам. Пинеси в жертву. Отнес кау Упури. Сыда своего Исака. Саву дэлу Изаку. Вы знаете, когда Абрам это услышал, он был в недоумении. Он был несопрошен. Я сейчас Исака принесу в жертву. Я сейчас Исаку кау Упури. Как же отнесся кау приезжать многочислины народу. Как же отнесся кау приезжать многочислины народу. ТИКС РАДИТАС НЕСКАЯТАМА СТАУТАС. Ну Абрам в одномни сам не балси. Бет Абрамс венā бия павлиецинāс. Голос Божий обращен к нему. Дева бальска, асвечес кау приезжать. Именно потому, что Абрам продолжил размышлять. Утиши тапэц, как Абрамс турпинай думать. Знай голос Божий. Зинот Дева бальси. И непрочитав ни одной книги. Учени, васкресени, измелтвы. Пар то, как мирши аукшам цели. И даже никогда не слыша о таком. Он пришел кума заключению. Он пришел кума заключению. И заложил основание. Унилика памяту. Для учения, васкресения измелтвы. Пар то, как мирши аукшам цели. Он подумал, что Бог его измелтвых воскресит. Как Абрам получил откровение такого уровня. Как Абрамс саним таза лиме. Паркосно знал голос Божий. Когда ты будешь дать голос Божий, ты будешь получать глубочайшие отмевения. Паркосно знал Богу хвалу. Аллилуйя. И мы продолжаем. И сАВЛ, который знал Священ societais писание. Он знал историю Майсии и Новакусты, знал историю Иисуса на Вина, знал историю Исайи, но он не знал, что ему однажды предстоит жить свою собственную теофанию. Уже его последователи будут читать священописания о том, как Саввел из стаса пережил встречу с Богом. Конечно, ты знаешь, что жизнь Саввел из того дня изменилась. Он был врагом Иисуса, он стал его близким другом, он хотел посвятить жизнь барьи без церкви, но положил свою жизнь и душу за созидание церкви. Он нас ждал церкви, он шил церкви, он мастер церкви, устрел церкви, устрел церкви, апеклежа церкви. Поздравлять Богу хвалу за нашу брата Павла. Ты помнишь, что ты помнишь, что Саввел, он получил образование у нас Гаммалиила? Но в то день, когда он упал по дороге в домах, он упал к ногам Иисуса, он не потому, что он учил церкви, но потому, что он упал к ногам Иисуса, он стал девичайшим теологам церкви. И он написал, что большую часть нового завета. Павел, как это у тебя получилось? Ты что, в основании своих трудов положил учение, что ты у Гаммалиила научился? Ты кто, ты грибешь, что ты по Гаммануэлу то имацишь? Он сказал, что нет, нет и нет. Не, он говорит, что нет. Евангелие, которое я принял и проповедую. Евангелие, которое я принял и научился не от человека, 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 но от самого Иисуса Хреста. Представляешь, он встретился с Богом, и потом однажды он скажет, у некому человеку, и мы знаем, что это Павел о себе говорит, он был воскрищен до третьего неба, он слышал вещи, которые людям невозможно пересказать, которые не успеют человеку издавить. Видел видения, которые никто не видел, которые никто не видел, мои родные, встреча с Богом, это что-то уникальное и сладкое. Твоя жизнь наполнится сверхъестественной после этого. После этого в твоей жизни произведут вещи, о которых ты не слышал, ты их не видел. Это ты скажешь нереально, но Богу нравится удивлять нас. И как только о чем-то ты говоришь, это невозможно, Он придет и скажет, невозможное возможно. Все возможно Богу, все возможно верующим. Вас дайте Ему хвалу. Станьте, и мы и здесь немножечко поклонимся. Аллилуйя. Спой эту песню, пожалуйста. Наш Бог так велик. Наш Бог так велик. Будь со мной наш Бог так велик. Давай, давай, чего-чего-чего. Будь со мной наш Бог так велик. Будь со мной наш Бог так велик. Увидя себе наш Бог так велик. Увидя себе наш Бог так велик. Наш Бог так велик. уйдя а а а а а а а а а Анастасия дады бой со мной на шву так и кубе на шву на шву так и и и и и и а и а а а и и а наш и а и 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 Бог Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты почиваешь на этой скелетной сестре. Моя молитва о том, чтобы Ты забрал в свою жизнь сегодня всякое разочарование, всякую усталость. Я молюсь, во имя Иисуса, чтобы точно так же, Господь, как она верит в Тебя, чтобы она поверила в Себя. Есть вещи в Твоей жизни, о которых Ты думаешь. Это для меня невозможно. Ты смотришь на людей, у которых все и легко получается. И я не знаю Тебя, но я получаю так дух, что многие вещи Тебе достаются через большое усилие. Но Бог говорит, с этого вечера все будет по-другому. Во имя Иисуса Христа мы открываем для Тебя в духовном мире двери. И мы говорим, Божье благословение, приди на ее жизнь. Господь говорит, я буду посылать в свою жизнь людей. Да, это будут обыкновенные люди, но я дам тебе развлечения, и ты сможешь в них подосглядеть меня. Они будут подреживать Твои руки, они будут слушать Тебе, потому что дочь моя ты смирила саму себя и посвятила свою жизнь мне. Я благословляю Тебя. Я благословляю Тебя. Я благословляю Тебя. Я благословляю Тебя. Спасибо, что с этого вечера, Господь, ее жизнь поднимается на новый уровень, и потому что сегодня еще раз это стыклась тебя перед тобой и как сказали обоснов что имею что имею отдаю дары дары действуют мадий и действуют свою служение у то вы уже познакомились и божественный сестер не буду касаться их жизни я вижу как тысячи людей будут исцеляться когда через эти руки бога я прославлю прославляющих меня ты посредил всю жизнь чтобы прославлять его Он будет поднимать тебя. Он будет поднимать тебя. Дар пророчества. Пусть действуют в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Поздайте Богу хвалу, аллилуйя. При старости Божьем присутствии мы еще немножечко продолжим. И потом у нас будет такое пророческое служение. Мы уже говорили о том, как свою Теофанию пережил Маисей. Мы говорили о том, как Иисус на Вин встречался с Богом. Мы говорили о том, как Иисус пережил свою Теофанию. Мы говорили о том, как Иисус явился с Аблу из старца по дороге Дамаска. И сейчас я хочу сказать, что мой последний пункт. В этой теме. Это пагаевление всему миру. Первая Тимофея 3.16. И велика благочестия тайна. Бог явился воплоти. Мои родные, сегодня нам не надо ревновать по Теофанию кусту. Мои не надо ревновать по Теофанию кусту. Это нечто-то уникальное. Мои не нужно ждать ангела с ним. Мои не нужно полиции о том, чтобы оказаться в Туном зале Бога. Но я верю, что мы можем пережить сегодня Бога, потому что у нас есть такая возможность. Знаешь, что есть уникальное проявление Теофании? Бог явился воплоте. Аллилуйя! Это Иисус Христос! Иисус Христос! Иисус Христос! Почему именно Иисус? Потому что нет другого имени под небом, потому что нет другого имени под небом, данного человеку, которым надежа, чтобы нам спасись. И вот это сам Иисус, который сегодня здесь посреди нас, он сам выбирает день и час, форму и проявление, чтобы достучаться до твоего сердца, с осознаниями, и прием говорится нам, что Бог говорит нам многократно и многократно, как Девы, чтобы достать нам многократно и многократно. И почему многократно и многократно? Он избирает такой пути, чтобы быть максимально понятным. Самое главное, я умаляю тебя, не ограничивай Бога в своем разуме. Не думай, что Он придет к тебе так, или это. Он придет к тебе так, чтобы ты понял. Это Он пришел. Я скажу тебе что-то о переживании Бога на субъективном уровне. Ты знаешь, это невозможно передать. Это невозможно никому объяснить. К Авраму пришли три личности. К Авраму пришли три личности. Это были ангелы. Это были люди. К Авраму это был вопрос решен. Он сказал, к мне пришел Бог. Бог, он тебе прицел в любом образе. Самое главное, чтобы ты был готов принять это. Чтобы ты был готов войти в это. Не просто принять и войти. Но остаться. Аллилуйя. Давайте встанем. Поведи нас к пославлению еще. В этой же вещи наш Бог. Наш Бог так велик. Пой со мной. Наш Бог так велик. Наш Бог так велик. Наш Бог так велик. Палочки возьми. Пой со мной наш Бог так велик. Пой со мной наш Бог так велик. Наш Бог так велик. Пой со мной наш Бог так велик. Пой со мной наш Бог так велик. Пой со мной наш Бог так велик. Наш Бог так велик. Наш Бог так велик. Пой со мной наш Бог так велик. Пой со мной наш Бог так велик. Пой со мной наш Бог так велик. И это не меня не знал, что я малью. И это не меня не знал. И это не меня 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 знал. И это не 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 знал. Это не знал. И 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 это не знал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 эту весть послание они должны были слышать эти случаи когда случае встречи не забудьте что такое фоне и на телефон и запомни как тяфоби запомните а фония фония а не я а не а истинь и рога под этим чудесным людям и Господи, благослови. 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 Я приглашаю тебя послушать себя в свое сердце. Не потому, что все может идут, чтобы за них помолились, но чтобы это действительно было священнодействие святое. Это отделенное для Бога. Отделись себя для Бога. Вел, вел. И еще, еще. И получив все от Бога сегодня. Если ты отделился, то ты делаешь, ты не можешь, чтобы Бога собирать все. Резис и проблем, они не закончат. Но тебе надо остановиться перед Богом. Сегодня я езжу, когда Бог говорит. Не знаю, как он носит, куда он говорит. Рита, рита. Арвит, арвит. Вилма, Вилма. Или он говорит, Вилма, Вилма. Арвит, арвит. Или Рита, Рита. Это святое место. Может тебе снять свои туфли, свой я снять. И быть как ребенку сегодня вечером. И я хочу, чтобы мы все вместе благословили Милану. Что Богу хранил. Что Бога хранил. Что Бог хранил. Что Бог хранил. никогда не слышал им имени Иисуса Христа, но в той земле сейчас все ищут Бога, она из Харькова, она еще неделю назад была там, где вертолеты, где раненые, слышишь, как снаряды падают, благослови, что, кои-о, прошел во имени Иисуса Христа, кранки вас боже на земле. То есть он, что-то, 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 которое — о правительстве, чего-то, гумана, поднимает, что-то, что-то, кушани соно есть Да, не Dig techn requests, да это нет народа в жизни это или нет, когда приходит из цель. Да, Бог откуда sounds, downloads во внимание с собой на вашем спaquoth,ๆrí, да иметь свои мировые действия. Звыбанное. Да? Туда вы говорите «Амен». Амен. Аминь. И ты с этим, кто сам бы любил, к нам на азовету, artificу пырешет логал, я смекаю, как человеке, чтобы сделать, это похоже на силу. П犬 dès все и понесли, если ты так ни разом не стережешься, пусть лудишься, потому что уж не Baker, где он везет, что mélange из атмосферы. Это что я уверена. А если ты что-то стал сидеть, а тогда увидишь, что это мало, потому что мало атмосфера, необходима. Ты служишь вместе с теми, кто приехал. Ты служишь всегда там, где служители, потому что ты сам служитель. Может, именно твои молитвы не хватает. Мы не делаем какие-то шаблоны. Мы хотим быть максимально послушными Богом. Мы хотим быть максимально послушными Девами. Но, мастер, я вам покажу вас. Но в центре держите то послание, которое было высвободившись. Но центр, послушайте шо вести, которое тика шоден гаража, отбривот. Я просто благословлю вас. Потому что Иисус может сделать для вас не сравнительно больше. Мы делаем это иногда по два или по три часа. Это так, когда Дух Божий нас ведет такое именно служение. Это так, когда Деву гарс москва ведет шагу, что я имею в виду, только за тех, за кого помолился. Потому что мы не можем выдавливать пророчество из себя. Мы говорим только то, что мы слышим. Поднимите руки к Небесам. Господь, эти люди поднимают к тебе свои руки. Они говорят тебе, что они в тебе нуждаются. Они говорят, что ты их каснешься. Они надеются, что ты их наполнишь. И твои слова говорят. Тауз Варди сказа, что, всякие надеящиеся на тебя не паснешься. Катерс, кто плачет вас, не полегнут. Как и есть Иисуса. Благослови этих людей. Пусть они своей жизни, или живут встречу с тобой. Иисус, Ты пришел исцелять сакушенные сердца. Уже те разбитые сердца будут исцелены. Исцелие их семьи, Господи. Исцелие их труд. Исцелие их хождение в Тебе. Я говорю это во имя Иисуса Христа. И наделить их людей властью. Властью побеждать сатану и греху. Властью разбивать всякое проклятие в своей жизни. Все это будет прославлен. Наш Господь и Спаситель, Иисус Христос. Тебе есть особенное слово. Господь показывает мне. Что ты отверженности преследуешь тебя. Смотришь на свою жизнь. И говоришь, я никому не нужна. Никто не интересует со мною как личностью. Смотришься за того, что тебя не понимают. Иисус Христос. Прямо сейчас. Теще сейчас. Лайд шесть адсумтейбас гадс. Отстаят вино. У аизея пром. Кунгс пепелдит свою гару. У них говорит, что моя милая милая мэта. Я очень сильно люблю тебя. И моей любви для тебя должно быть достаточно. Я подложу тебя исцелять. И вас наноулю все, что некогда врага разрушу. Господь, пусть она будет прекрасным цветком твоем садуме. Пусть она працветает и благоухает. Ваиме Иисусу. Давайте аплодируем Иисусу. Досим аплодису Иезу. Аллелуйя. Аллелуйя. Эта песня вместе как бы и с Миланой, и с ее землей, и за победу в нашей жизни. Потом вместе можем спеть песню, которая называется «Наша земля». Наша земля тоже нуждается в молитве. Мы здесь из разных церквей. Я хочу перед этим напомнить еще, что пятницу 26-го будет курзамская молитва. Я также надеюсь вас там также увидеть. Андрей, громче этот компьютер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Помоги, що пожить у нас, золеняви, коли Це перемога, мій друже, в тобі Сердце радіє, кохайте, живи За межі теорії Ти сам твориш историю З неба пролеться цілюща вода Знову воскреснуть любові слова За межі теорії Ти сам твориш історію Перемога, доля війни Сонце зійде все одно Серед хвилін недовіри Зберігаючи тепло І свертаючись до неба Хай веде нас вічний Бог Переможчі вже не судять Бо переможний ми народ Це перемога, мій друже, в тобі Сердце радіє, кохайте, живи За межі теорії Ти сам твориш історію З неба пролеться цілюща вода Знову воскреснуть любові слова За межі теорії Ти сам твориш історію О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о О-о-о! За меньшей теорией Ты сам творишь историю Обид и сомнений, кстати, очень в тему эмоциональному исцелению Мы забываем все вопросы и сомнения, которые мы не в силах изменить Те слова, которые мы не договорили, те песни, которые мы не допели Те ошибки, которые нас догоняют И это победа, когда мы это делаем В тебе и во мне Сердце радуется Люби и живи Мы выходим за границы теории И ты творишь свою историю Тогда с неба пролется исцеляющая вода Снова воскреснуть любовь и слова За границами теории ты сам творишь историю Перемог, победа, победа, судьба свободных Солнце зайдет все равно Даже через тучи недоверия ты сохраняй свое тепло Обращайся к небу и пусть тебя ведет вечный Бог Это твоя победа и тебя тогда не осудят Потому что ты побеждающий народ Пусть будет победа во всей жизни Аминь Аминь Что-то не так я сделала Аминь А теперь Теперь я по-русски скажу Теперь мы споем другую песню Это песня на алтышском языке Там тоже мы по-русски скажем нашу землю Так называются нашу землю И там есть слова из нашего гимна Как будто, ну, ну, там простые слова Наше гимна, мы часто потребляем слова Бог блага слави Латвию И там будет, так что, по-русски со мной С нами в духе, как тебе, да? Слава простые, Диос святые Латвии Твои святые Латвии Аминь 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 Аллилуйя Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok